Хлеборобы региона уже собрали 2 миллиона тонн зерна. Уборка зерновых уже завершена. В среднеохтубинском и Ленинском районах приближаются к финишу Быковский, Городищинский и Котельниковский. По 100 тысяч намолочено в семи районах, в том числе и Чернышковском. С тем, как идет здесь уборочная кампания, познакомился губернатор Анатолий Боровко. С подробностями Людмила Кухарева. Как урожай сразу же поинтересовался у чернышковских земледельцев губернатор. А зимой 27 яровые ячмень по 29 центнеров с гектара. Это неплохой показатель, но бывало и больше признаются хлеборобы. Но несмотря на засуху и прочие катаклизмы, хозяйство «Волжский ударник» все время с прибылью. Такую стабильность, объясняют специалисты, дает агропромышленный холдинг, в состав которого входит сельхозпредприятие. Здесь есть особая статья такая, что несмотря на какие бы цены ни были для всех хозяйств, у нас особая поддержка в холдинге. Зарплата хорошая, задержек нет, подтверждают механизаторы. И сразу подступают к Анатолию Боровко с не совсем обычной просьбой. Приехало телевидение, а посмотреть себя будет негде, переживает Владимир Гончаров. На границе с Ростовской областью нет местного телевизионного сигнала. Мы не берем оттуда, у нас морозовский, мы в Ростовскую область смотрим, постоянно новости, а зачем она нам нужна. Я серьезно говорю, мы не смотрим, мы и тарелки ставим, ничего мы не глядим, мы не знаем, что у нас творится в хозяйстве. Это непорядок. Вот это вопрос, конечно, для меня неожиданно, я не знал этого. Спасибо за вопрос. Александр Павлович, я буду решать этот вопрос. Но шутки шутками, а вопросов у селян, как всегда, накопилось немало. И о газификации, и о реализации сельскохозяйственной продукции, и о субсидиях на молоко. Так владельцы личных подворий сегодня получают за каждый из данных литр 90 копеек. А вот крестьянско-фермерские хозяйства уже 5 рублей. Каждый держит скотину, каждый держит коров. Вопрос был, почему так мало субсидий 90 копеек на литр молока. Мы объяснили ему, чтобы получать в пределах тех, которые получают большие хозяйства, это 5,5-6 рублей на литр молока, необходимо просто зарегистрироваться к ФХ. Эта регистрация немного времени занимает. Но вместе с тем, вот очень плохо, что даже такие вопросы люди не знают. Людям нужно объяснять. И, конечно же, это задача и комитета сельскохозяйства любого района. А еще обратил внимание губернатор, для того, чтобы у крестьян появилась возможность самостоятельно реализовывать животноводческую продукцию, в каждом районе планируется открыть муниципальные сельскохозяйственные рынки. Они будут без перекупщиков, поэтому молоко, мясо и овощи, выращенные в приусадебном хозяйстве, можно будет продать по достойной цене, заверили областные власти. Людмила Кухарева, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба» из Чернышковского района.